всем огромный привет дорогие друзья дорогие рукодельницы я сердечно приветствую вас на своем канале меня зовут мария и это мой канал о вязании сегодня у нас стартует проект который называется уникальное вязание друзья из предыдущего видео где я рассказывала об этом проекте я говорила что авторы этого проекта алена абель ее канал вязание не только июля ее канал вязание и я эти две прекрасные девушки занимаются прекрасным уникальным делом они окрашивают пряжу а наше преимущество что мы можем приобрести эту пряжу рукодельницы зрители которые живут по российской федерации могут заказывать пряжу у юли кто живет в европе по германии можно это сделать у ален более блогера который сам вяжет из этой пряжи показывает свои работы оставляет отзывы и так далее в общем друзья преимущества только с нашей стороны если конечно вы красите окрашиваете пряжу сами можете это делать естественно вы используете пряжу которая у вас есть в наличии до вашим ваша собственная правило этого проекта используется пряжа исключительно ручного окрашивания я вам уже говорила что у меня уже приобретена пряжа я показывала вам эту пряжу до того как вообще был запланирован проект я уже приобрела пряжу у алены и поэтому предварительно уже вам показывала но покажу вам сейчас еще раз это мои три пасмы до 3 потому что третья пасма уже была перемотана в моточек вручном пока что вот такой моталки нету для пас для пасмы или бобиной пряжи но я хочу в будущем обязательно приобрести ну делала сделала это по старинке перемотала вручную сейчас переверну камеру на стол и все вам поближе покажу и расскажу и вы все узнаете друзья мне кажется будет интересно я уже жду с нетерпением фотографии зрителей фотографии и видео других блогеров будет очень интересно потому что все таки да из такой пряжи связать это тоже мастерство друзья давайте теперь приступим чисто к проекту я покажу вам сейчас поближе еще раз мои красивые пасмы которые скоро превратятся в клубочки мне кажется они последний раз в этом видео мне после видео их нужно перемотать одну пасму я уже и связала так как все таки да за кулисами я уже подготавливаю друзья знаете почему я именно выбрала этот оттенок пряжи когда я увидела у алены в stories фотографии с наличием окрашенной пряжи которая она вот только что покрасила и приготовила для просмотра я увидела мне в глаза бросились сразу вот эти вот пасмы таких оттенков здесь такие шикарные красивые оттенки это серия магнолия до называется серия от серии магнолия и у меня просто разбежались глаза первом видео я вам говорила что хочу связать что-то яркое и именно где присутствуют оттенки пинг и коралловый цвет пинг фламинго что-то вроде этого и именно все оттенки которые у меня были вот в представлении фантазии они присутствуют в этой пряжи именно даже как вкрапления вот смотрите интенсивные вкрапления здесь есть темно-лиловый от такого кораллового пинг темный пинг розовый то есть все оттенки которые я себе представляла присутствуют в этой пряже и это дает возможность делать с миксовки именно с такими яркими оттенками другой пряжи и так дорогие рукодельницы представляю вашему вниманию еще раз пряжу которая будет участвовать в этом проекте для моего процесса пряжа ручного окрашивания оттенок называется магнолия и вот так вот она выглядит здесь мы имеем дело с 100 граммовая 100 граммовая пасма в 240 метров вот состав пряжи 70 процентов шерсть и 30 альпака пряжа на мое ощущение личное для меня не колкой вот очень мягкая такая приятная еще посмотрим как это будет все после вот его до выглядеть в общем я очень довольна приятно с ней работать скрутка равномерная такая вдоль и вот в течение уже одну пасму я перемотала и вязала в течение всего вязания у меня не было никаких проблем в общем я очень довольна работать с этой пряжи то я буду вязать моя задумкой это будет плечевое изделие для меня и это будет такой коротенький кардиганчик до особенность этой модели я буду вязать его из мотивов первый раз для меня вообще опыт будет я буду вязать изделие из мотивов и не квадратных а овальных я вам сейчас все покажу несколько мотивов я уже связала и сейчас вам все покажу изделие я буду вязать не только из пряжи пасмы я буду ее смешивать как дополнительная сопроводительная ниточка будет у меня служить вот такой вот нежный мохер который был у меня также в запасах и я решила что он замечательно подходит к этому оттенку из моего предыдущего влога я вам рассказывала уже и показывала да эту пасму и о моих задумках что я хочу связать что-то яркое друзья у меня было много много образцов экспериментов я миксовала очень много типажей пряжи по оттенкам но и 1 за первоначальная задумка связать что-то яркое и смиксовать те оттенки которые хотя вы не думаете далее в себе в голове но они все-таки подходят друг другу и в моей фантазии представления не существует и именно с этими оттенками я сейчас работаю давайте вам покажу следующие компаньоны но скажу вам немного об этой пряжи это производитель ализе кит мохер вот такой вот кит royal у меня был в запасах всего лишь один моточек и пришлось один до заказать вот заказала сегодня по почте он пришел как раз вовремя это 50 50 граммовый моточек 500 метров оттенок здесь номер 161 оттенок пудра и в составе у нас 62 процента кит мохер и 38 пулиамид вот такая вот нежная мохеровая ниточка колется немножко все таки да но я не слишком чувствительная для меня это нормально так как изделие плечевое кардиганчик буду носить еще на на что-то да то есть не на голое тело поэтому все нормально так это будет такой общий компаньон вот этой пряжи который будет сопровождать мою красавицу пасму в течение всего процесса но и а также компаньоны и оттенки другие которые будут присутствовать в моем изделии это вот такие вот оттенки друзья вот такой вот все таки я решила что эту пряжу я буду так же миксовать с пасмой хотя мне некоторые зрительницы написали мария это пряжа толстоватая и не будет как бы сочетаться да да мне этот факт конечно пункт ясен понятен но все равно я очень очень хотела прямо вижу в своей фантазии эту пряжу вместе вот два оттенка вместе да также хочу вам сказать что это за пряжа поближе это производитель лана гросса от веру линия пуром оттенок у нас 001 да вот такой оттенок рекомендуется здесь пиццы 6 по 7 и у нас в составе 60 процентов хлопок и 40 шелк вот вот такой вот метраж в 50 грамм 75 метров 60 процент хлопок и 40 шелк вот такая пряжа у меня есть в запасе и именно этот оттенок я уже хотела давно использовать в с оттенком pink коралл и пинк да но это не все еще у меня в компаньонах будет присутствовать вот такой оттенок такой яркий пинковый который также присутствует где-то в крапушке есть вот вкрапления до видите здесь pink и вот такую пряжу я подобрала в компаньоны и это также от лана гросса базовый basic от мирина стопроцентная шерсть у нас тут в 50 грамм 100 метров друзья сейчас скажу вам оттенок цвет 58 рекомендуется спицы и крючок четыре по четыре с половиной вот такая вот у нас а метраж да вот в 50 грамм 160 метров да вот такие компаньоны у меня присутствие так друзья я поменяла немножко сценарий надеюсь освещение немножко лучше но свет приходится включать так значит так вот такая пряжа будет присутствовать у меня в моем процессе помимо этого у меня еще были в остатках вот такие оттенки фукси пинг хлоп 100 процентный хлопок мерсеризированный и на то время у меня еще не было купленной вот этой пряжи поэтому я использовала остатки посмотреть я считаю что когда мы вяжем из мотивов это тот самый момент использовать остатки пряжи да потому что в мотивах можно их ну один ряд связать или просто какой-то элемент это просто идеально в этом случае итак давайте покажу вам уже связанные мотивы и как пряжа великолепно и красиво ложится в узоре посмотрите друзьям вот такие мотивы я буду вязать здесь у нас две пряжи да я вам уже до этого показала это мохер и пряжа из пасмы и вот так вот выглядит связанный овальный мотив которым я буду вязать все изделие друзья я планирую знач модель будет укороченной и с более такими широкими рукавами в следующий раз когда я уже продвинусь более-менее вывяжу мотивы то мы будем вместе конструировать я покажу вам свою конструкцию как я это делаю у меня уже конечно были много пробных скидцы и набросок и так далее в общем целая головоломка все-таки из таких мотивов до сконструировать модель и ее собрать нужно приложить немножко но усилием имеем здесь дело с овальной с овальным мотивом понятно да что нам нужно выравнивать изделие моделировать то есть нам нужны будут полу мотивы вывязывать в длину то есть вертикально также мне нужны будут горизонтально связанные половинки и также мне нужны будут четверти все это нужно соотносительно по количеству вы вывязать и уже в итоге конструировать модель вот так вот выглядит мотив связан только из значить одним цветом до из пасмы а вот так вот выглядит с цветочком да уже миксовка пряжи здесь присутствует из посмотрите как красиво сочетаются эти оттенки я просто очень даже довольна друзья в этом случае присутствует стопроцентный хлопок вот второй ряд цветом фукси ну а сердцевинка серединка с цветочка связано вот из этой пряжи и я считаю я вот по усмотрению специально решила делать так так как это пряжа намного толще до соотносительно вот этой легкой пряжи то у меня будут эти цветочки всего лишь как в середине элемент и все и обвязка мотивов тоже будет вот из этой пряжи тем самым я придам значит фактуру изделию и укреплю в общем всю модель то есть это пряжа будет укреплять придавать стабильность всей модели вот такие у меня планы вот такая у меня задумка друзья я считаюсь в этом случае нужно просто пробовать смотря на то что пряжи имеют разную фактуру толщину и казалось бы не подходят друг другу до в сочетании но стоит попробовать я хочу все равно это этот вариант попробовать со всеми этими пряжами до сих пор что у меня получается меня устраивает на сто процент я уже вижу картину готового изделия друзья и поэтому я рискнула пошла на этот шаг и использую именно вот такие разные пряжи в этом изделии посмотрим что будет в итоге все вам скажу обязательно скажу свои отзывы было ли это правильное решение или нет но визуально да вот посмотрите как красиво ложится пряжа просто в мотиве мне очень нравится посмотрите на эту окраску окропления каждый мотив получается индивидуальным потому что переходы пряжи здесь разные да я уже ну рада буду сейчас перемотать пасмы в моточки и вязать далее мотивы это просто каждый мотив это загадка учается друзья нежная нежная такая фактура получается слегка да да то что мохер у нас за здесь я имею дело с мохером который немного такой ну как колки казался бы но вот прилагаю прикладывая к руке я не чувствую никакой колкости такой прям резкой не знаю я насчет этого не 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 нежная насчет этого да там колкости там в области шеи конечно возможно кололась бы но как говорится кардиган будет носиться на как верхняя одежда поэтому все будет нормально теперь покажу вам еще половинки которые я связала уже вот так вот у меня выглядит вертикальная половинка пришлось немножко покумекать подумать как это сделать нашла также наподобие были схемы и разобралась да здесь конечно уходит немножко мотив мы видим нас на знач больше чем половина но при вывязывании это будет край и при обвязке я это все хорошо обработаю вот была бы половинка но здесь без вот этого элемента никак поэтому пришлось мне вывязать но как говорится при моделировании это все можно хорошо убрать зашить даже вот крючком если я буду здесь делать обвязку крючком или пришивать рукава да это допустим у меня край рукава будет пройма то здесь можно друг на друга вот так наложить и прям пришивать ну пришить допустим рукав потому что пряжа не толстая и она позволяет сделать вот такой загиб вот это вертикальная моя половинка связана уже и у меня уже связана половинка горизонтальная то есть вот мотив да и здесь горизонтальные горизонтальная такая наполовинку связан мотив вяжутся мотивы очень легко я вставлю вам схемы которые у меня имеются в запасах которые я нашла в интернете и поделюсь с вами схемами друзья да еще мне нужно вы связать вот такие вот четверти это я сделаю обязательно и уже количество количество нужных мне мотивов нужно вывязать подсчитать сколько нужно мне таких долек и и длину вывязанных и вот таких да наполовинку мне нужно конечно больше потому что это край и плечи а вот такие вот мне нужны там где будут проймы для проймы вот такие у меня уже продвижение друзья по этому процессу из пряжи ручного окрашивания я работаю впервые с такой пряжи скажу я очень позитивно ну удивлена приятно это дает при вязании дает такие эмоции очень очень забавное вязание с такой пряжей мне очень понравилось я уверена что это не моя последняя у меня уже есть в задумках какой следующий оттенок я хочу купить и этот пункт мне надо обговорить соленой еще так вот такие у меня продвижения друзья я надеюсь вам понравилось посмотреть на мою идею пишите ваши комментарии я буду очень рада вашей обратной связи пишите ваше мнение как вам что вам напишите вяжите ли вы участвуете ли вы в конкурсе было очень приятно слышать от зрителей отзывы и приглашаю вас также поучаствовать в таком конкурсе я ну как не обязательно до приобретать себе там две три четыре пасма мне кажется 100 граммовая пасма хватит также тот кто вяжет носочки хватит на одну пару носочков да если это носочная значит носочная пряжа там а конечно метраж больше и мне кажется 100 граммовая пасма на сочной она хватит на одну пару носков вот попробуйте для начала конечно купить одну пасму и связать какое-то изделие может быть связать шапочку я знаю что одна зрительница людмила она в два сложения из носочной пряжи вяжет шапочки бени и она очень очень довольна то есть носочная пряжа она мягкая выходит тоже и даже можно носить шапочку или шарф шарф или снуд так что друзья здесь нет границ да для какого изделия и для чего можно использовать такую пряжу вот приглашаю вас оставайтесь наблюдайте за нашими видео за процессами я думаю вам будет интересно посмотреть в итоге что получится у меня из этого процесса друзья этот мотив у меня в работе появился не зря у меня уже давно давно связан такой мотивчик и я его использую в качестве в качестве подставки для кружки кофе да у меня на столе так вот я за планирую и в задумках у меня было связать интерьерное изделие из этого мотива один плед плед я хотела связать но как видите здесь подвернулась такая ситуация возможность и у меня все переигралась в голове и вам идея для плечевого изделия теперь вижу плечевое изделие и обязательно посмотрим что из этого получится ну что дорогие друзья на этом хочу закончить свое видео пожелать вам много много вдохновения легких петелек много идей и жду вашей обратной связи мои дорогие мне будет очень интересно почитать ваши комментарии на этом хочу закончить свое видео друзья пожелать вам много вдохновения много идей здоровья мира добра пока пока до следующего включения